Не прошло и месяца, как все практически светодиоды в подсветке печки перегорели. Вот видно, они еще светятся, но уже моргают все, как гирлянда на елке. Сейчас я буду снимать эту всю панель и переделывать. Я заказал снова эти светодиоды и специальные платы, которые уберегут наши светодиоды от перегорания. Из-за высокого напряжения с ними происходит вот такая вот гирляндная реакция. Я заказал новые светодиоды. Пришли они за две недели очень быстро, так как курьерская служба доставки из Китая. Стоят они 1 доллар 10 штук. Заказал я 10 зеленых светодиодов. Можно выбрать любой там цвет. Вот 10 новых зеленых светодиодов. Сейчас мы их будем устанавливать вместо перегоревших. А чтобы снова они не перегорели, вот приехала вторая посылка такая. В этой посылке находятся вот такие вот платы. В комплекте их 5 штук. Стоят они 2 доллара за 5 штук. Вот как видно, здесь есть вход и выход. То есть IN это вход, OUT это выход. Китайцы даже стрелочку нарисовали, чтобы понятно нам было тупым. Так. Это схемка, такая вот микросхема, понижающая напряжение. Ну она как бы понижающая, но она же является и стабилизатором. Если напряжение резко подскочит, эта схемка как бы стабилизирует и выровняет напряжение на выходе. Входное напряжение здесь от 4,5 вольт до 28 вольт. Выходное напряжение здесь можно настроить от 0,8 вольта до 20 вольт. Выходной ток максимальный 3 ампера. Рабочая температура данной микросхемы от минус 20 до плюс 85 градусов. Размеры очень маленькие, вот как видно она вообще микроскопическая, можно даже сказать. Размеры ее 22 миллиметра на 17 на 4 толщина. Так вот я соединил между собой две батарейки крона. Я их подключил последовательно. То есть на выходе у меня получается 18 вольт. Подключил я ко входу в нашу платку. Вот как видно к плюсу. Плюс ин это выход плюс с кроны. Минус ин это выход минус с кроны. То есть на входе у нас сейчас 18 вольт. К выходу я подключил тестер. Вот напряжение он сейчас показывает 13 вольт. Так давайте теперь попробуем порегулировать напряжение. Согласно инструкции напряжение можно регулировать от 0,8 вольт до 20 вольт. Ну то есть все равно больше входящего напряжения быть не может. Ну от 0,8 вольта до максимум до того, что на входе должно регулироваться. Берем вот ножик. Здесь такой маленький переменный резистор. И крутим его. Так смотрим на показания. Так максимально у нас 17,2. Ну это практически то что входит. В саму платку. И крутим самый минус. Самые маленькие показания у нас 0,83. То есть 0,8 вольта. Значит платка работает правильно. И настраивается правильно. Так покажу крупным планом как выглядит резистор. Которым настраивать напряжение. Вот такой вот маленький. И вот так вот он проворачивается. Вот так он крутится. И напряжение на выходе изменяется. То есть суть этого, этой платки понижение напряжения. Так вот мы видим 6,6 вольта. Так пробую добавлять. И смотрю вот 7 вольт. Видно, что светодиод начинает светиться от 6 вольт. 6,9 вольта он уже нормально светится. Нужно настроить такое напряжение. Чтобы он как только он начал светиться. Еще немножко добавляем яркость, которая нужна нам. И оставляем на таком уровне. А было 14,5 вольт. Так вот может ли данный светодиод, который начинает светиться с 7,5 вольт. Выдержит 14,5 вольт. Конечно не может. Вот поэтому они перегорают. Эта плата работает не только как понижение, регулировка напряжения. Она также работает как стабилизатор. Сейчас я вам это продемонстрирую. Тестер показывает 7,5 вольт. Беру две батарейки. Они имеют еще 3 вольта. И подключаю вот в разрыв. Как бы в цепь. Две батарейки крона это 18 вольт. И подключаю еще 3 вольта. То есть получается уже примерно 20-21 вольт. Подключаю. И что мы видим? Напряжение на выходе из данного стабилизатора, оно не изменилось. Такое как было, такое и осталось. То есть я завысил напряжение еще на 3 вольта. А отрегулированное напряжение на данном стабилизаторе осталось таким же. Вот попробую сейчас у нас сколько? 28 вольт заявлено в пределах регулировки. Если я добавлю еще одну крону, думаю стабилизатор должен ее еще выдержать. Так, беру вот в цепь, в разрыв еще добавляю еще одну батарейку крона. Получается уже около 30 вольт. Так, смотрим. На выходе из стабилизатора все равно осталось 7,5 вольт. На входе у нас уже в данную плату 30 вольт получилось. А на выходе то напряжение, которое мы настроили, оно таким же и держится. Даже если в машине будут какие-то скачки напряжения до 30 вольт, на наших светодиодах напряжение не изменится и будет все равно держаться таким, каким мы его отрегулировали. Светодиод написано у нас у китайцев, что он рассчитан на 12 вольт. А на самом деле он начинает работать с 7 вольт. Значит нам достаточно в пределах регулировки 7, 8, максимум 9 вольт. При 9 вольтах этот светодиод уже максимально светится. Значит повышать напряжение дальше просто не имеет смысла. Дальнейшее повышение напряжения просто убьет этот светодиод. Ну что же, теперь мы выяснили, как работает данная плата. Сейчас я устанавливаю эту плату в цепь питания подсветки, панели управления печкой. Таким образом этот стабилизатор будет всегда поддерживать напряжение на одной величине на светодиодах, которые подсвечивают рычаги управления отопителем. Подсветки печки я уже лампочки все заменил, проверил, все работает. В прошлых видео показывал, как это делается, как снимается блок управления печкой. Я ссылку оставлю под низом, можете посмотреть там как снять этот блок, кто еще не видел. Нам нужно найти провод питающий подсветку печки. Как это сделать? Можно поочередно подключать тестер к каждому проводу и включать габарит. Вот этот серый провод, это плюсовой провод на блок отопителя. То есть у нас идет регулировка, согласно этой плате стабилизатору, идет по плюсовому проводу. Перекусываю вот этот вот плюсовой провод и в разрыв него я подключу плату стабилизатора и регулятора напряжения. Также подключу ее к черному проводу, черный этот минус. Достаточно подключить на вход минус, а плюсовой подключается в разрыв. Так, вот я впаял данную схемку. Вот вход, вот перекушенный провод. Серо-коричневый я перекусил его, это плюсовой провод. Вот он зашел в схемку в плюс. Вот вышел он, вышел он к фишке. Вот он, продолжение этого провода. Еще один провод я дополнительно припаял к выходу и вывел его вот на кнопку подсветки аварийки. Она тоже светодиодная. То есть штатный я откусил питание, которое шло на штатную лампочку. Вот оно, я не знаю, не нашел откуда идет питание. Поэтому теперь у меня через эту схемку будет, через вот эту схему будет питаться светодиод, который подсвечивает кнопку аварийной сигнализации. Плюс полностью все, полностью все, все лампочки, вот эти вот подсветки, приборы управления печкой. Так, минус. Я взял вот минусовой провод, масса черный. Вот, я его припаял и добавил немножко проводка, вот к черному и пропаял. Тут здесь шел черный провод, вот он. Я к нему просто припаялся, это питание самой микросхемы. То есть здесь есть плюс, который проходит через схему, и масса как бы для обеспечения питания вот этой вот схемы. То есть, а плюс управляется, управляющий провод это плюс, можно добавлять, уменьшать напряжение. Подключил саму приборку и попробую отрегулировать яркость самой вот этой вот приборной панели. Так, давайте ее сразу включим. Вот, видно, минимальное свечение уже настроено изначально. Так, давайте попробую повращать переменный резистор и посмотрим, как изменяется яркость свечения светодиодов. Вот это вот максимальное свечение и уменьшаю. Вот, видно. Это вообще выключено. Вот так вот, минимальное, чуть ярче. Вот так вот, я думаю, достаточно будет. Вот так вот, как видно сейчас, самый оптимальный уровень яркости. При таком уровне яркости данных светодиодов напряжение на выходе из стабилизатора регулятора понижающего напряжения 8,3 вольта. Уже не 14,5, как выходило напрямую на эти светодиоды, а 8,3 вольта. При таком напряжении данные светодиоды будут работать очень долго и надежно. Вот так вот все теперь работает. Единственное, что теперь может быстро выйти из строя, это сам стабилизатор. Ну, теперь мы будем проверять уже стабилизатор. Как он будет работать и на сколько его хватит. А на этом все. Всем пока. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok